в общем до новичков говорю сразу чтобы вам в процессе работы не запутаться берем к примеру из подобной схемы разложены на полу и паяем берем и паяем ничего особо сложного в этом деле нет просто при пайке не нарушайте технологию и прислушивайтесь к моим рекомендациям ну а я тем временем еду дальше и 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 едем дальше Вставлять довольно-таки тяжело немножечко, но вытаскивать-то проще. Так, катим дальше. Вот таким вот образом и подготавливается определенный участок водопровода, без всяких напрягов, на столе. И только потом соединяется по месту. Ну а теперь данную деталь я буду спаивать с основным водопроводом. Конечно, это очень неудобно в таких вот ситуациях, но деваться некуда. В этом деле приходится вымудряться по-разному. Как я уже упоминал, они для того, чтобы спаять две детали у нас есть 4 секунды. А точнее на их перестановку и соединение после нагревания их на аппарате. В общем, вентиль я поставил на этом участке, чтобы не делать лишнюю дверку в стене в ванной комнате. Так как полипропиленовые трубы в этом помещении вскроются за отделкой, то есть за гипсокартонным листом. Так как здесь, впоследствии после монтажа короба, которым и скроются все эти трубы и трубы отопления, будут вмонтированы съемные вентиляционные решетки. И в общем-то все здесь будет расположено в более лучшем доступе и уж тем более для их обслуживания. На этом участке я впаял и фильтр грязевик. Один, правда, уже стоит за стеной на кухне, как это и положено перед водосчетчиками. Но я решил поставить еще один и на полипропиленовую ветку. В общем, еще один ничем уж точно не помешает. И сами, наверное, догадываетесь, какая вода в наши дни идет по трубопроводам с различными примесями песка, ржавчины и так далее. Тем более в ванной впоследствии будут устанавливаться дорогие смесители. Трубы, которые у меня сейчас здесь имеются в наличии, двухметровой длины. А длина стены от данного уголка до угла 2,60. И сейчас я сделаю следующее. Предварительно проделывал отверстие в перегородке там, где мне нужно. Для начала я подготовил два отрезка трубы. Одну на эту стену, другую на эту стену. В одну трубу я уже, как видите, впаял уголок. А вторую трубу я нарастил с помощью переходной муфты на нужную мне длину. Ну и сразу в свободном доступе спаял их вместе. Сначала я по всему периметру отчертил по уровню линии. Куда сейчас сначала закреплю клипсы для крепежа труб к стене. Закрепив клипсы к стене и вставив в трубу в ранее просверленное отверстие в перегородке с выпуском в пару сантиметров. Теперь на этом участке мне осталось лишь спаять только вот эти вот два элемента между собой, но уже по месту. Но я уж думаю, лучше какой-то один определенный участок водопровода спаять по месту, чем, к примеру, все три, да еще и на одной стене. Как я уже упоминал ранее, спаять трубы по месту качественно, и уж тем более, если у вас нет опыта в этих делах, не так уж и просто. Да и вообще, лучше заблаговременно составить такой своеобразный план монтажа водопровода из полипропиленовых труб. Кстати, по нему же закупаются необходимое количество труб и комплектующих. Ну и в общем, таким образом вы себя избавите от каких-то либо лишних и ненужных движений при монтаже труб и избежите различных и неприятных ошибок. В общем, планируйте монтаж водопровода так, чтобы больше паять в свободном доступе, а не по месту. Ну вот, в общем-то, теперь можно сказать, что данный участок водопровода завершен. Теперь лишь осталось смонтировать его здесь, то есть в ванной комнате, где будет монтироваться подача воды на бачок унитаза, на водонагреватель и на смесители. Все это вы увидите в процессе монтажа. Но для начала я хотел бы сделать такой небольшой своеобразный антракт и поделиться с вами кое-каким своим опытом. В прошлом видеоролике, когда я вел речь о сварочных аппаратах для полипропиленовых труб, я затрагивал такую тему, как можно закрепить ножки паяльника к столу или к полу саморезами, чтобы паяльник при работе с ним не был дыхался на поверхности. Одним словом, чтобы было с ним удобнее работать. А не паять трубы, сидя в раскорячку на полу, скрючившись и наступив ногой на ножки самого аппарата. Как, в общем-то, часто это и делают монтажники полипропиленовых труб. Но речь сейчас не об этом. В прошлом видеоролике я пропустил один немаловажный нюанс. И в этом видео я хотел бы его дополнить. Обратите внимание, ножки аппарата закреплены к столу саморезами. Вставляем. Но аппарат все равно продолжает пултыхаться. В чем проблема? Проблема разновидности креплений таких ножек, будь то дорогих аппаратов, будь то дешевых, одна. В любом случае они пултыхаются, так как вот эта данная квадратная труба, которая вставляется в предыдущую, она посвободнее. В таком случае нужно сделать следующее. Берем вот такой вот саморез. Называется он клок со сверлом. Вставляем данный саморез в насадку шуруповерта. И одновременно засверливаясь, вкручиваем данный саморез в ножку аппарата. Но так как у меня отверстие было уже ранее проделано, я просто закручу данный саморез. Ну вот, в общем-то теперь можно сказать, что для более комфортной работы с аппаратом проблема решена. В общем, пользуйтесь. Да, и кстати, если вам потребуется использовать аппарат где-то по месту, на стене, то данный аппарат легко извлечь при помощи отвертки, чуть-чуть ослабив саморез. При этом саморез вообще можно отсюда не выкручивать. То есть вот таким вот образом вот здесь и будет, так скажем, жить. Трубы режутся очень легко. С помощью вот таких вот ножниц они вот так вот сначала раздвигаются. Затем труба вставляется под ее язычок. И вот такими движениями легко отрезается. В общем, на этом можно сказать, что антракт закончен. И я тем временем возвращаюсь обратно в это помещение. Как видите, на стене я маркером отметил, каким образом будут располагаться полипропиленовые трубы, чтобы новичкам было более понятно, как производится аккуратный монтаж полипропиленовых труб. Размечено было все по уровню, чтобы везде соблюдался прямой угол. В общем, на этой трухлявой стене, которая состоит из шлапы, я отметил все маркером, чтобы вам было лучше видно. А на гипсокартонной стене я разметил все карандашом. Данные линии на стене это и есть тот ориентир, в котором впоследствии будут крепиться клипсы для крепежа труб к стене. Как вы уже чуть ранее, наверное, заметили, для более надежного крепежа клипсы к стене я крепил сквозь гипсокартонные листы прямо в каркас. То есть в металлопрофиле, который находится за гипсокартонными листами. Многие бывалые полипропиленщики, наверное, сейчас думают, к чему выполнять столько лишней работы. Когда, в общем, можно спаять все на глаз. Ну, во-первых, еще раз повторюсь, это видео я снимаю в первую очередь для новичков. Это раз. Ну, а во-вторых, что является самым главным. Как вы будете относиться к своей работе, так и она будет относиться к вам. И также впоследствии будут идти и ваши дела. Сейчас вы имеете возможность наблюдать работу одного бывалого мастера сантехника. Как мне сказали, по-моему, с 15-летним стажем работы. Вот даже как. Который некоторое время назад менял трубы моему знакомому. Как данный человек относится к своей работе, я думаю, это сразу видно. Так как вот эти торчащие трубы, это и есть лицо этого самого мастера. И не странно, что некоторое время спустя на соединении труб горячего водоснабжения закапала вода. Конечно же, он приехал, все исправил. Но дело не в этом. Течь появилась на разветвлении труб, где можно просто перекрыть вентиль подачи воды. Если, конечно, вы будете на тот период находиться дома. Но если бы течь появилась на стояковой трубе, то, сами понимаете, это могло бы обернуться катастрофой. Ну, в общем, вывод здесь один. Данный мастер за 15 лет своей деятельности так и не научился работать. Потому-то я всегда ей говорю, при любой работе нужно соблюдать свою технологию. И при монтаже полипропиленовых труб, и тем более при монтаже труб горячего водоснабжения. Никаких изломов и натянутости на ветках водопроводных труб из полипропилена быть не должно. Все виды отделочных работ требуют очень большую точность. То же самое относится и к монтажу водопровода. Уж лучше за пару минут все точно разметить. Зато потом вы быстрее и аккуратнее произведете монтаж. Получив при этом удовольствие и от самой работы, ну и, разумеется, от полученного результата. Обратите внимание, это касается в первую очередь новичков. Здесь, на уголке, я показал вход полипропиленовой трубы. То есть, спаивается 15 миллиметров. То есть, учитывая эту длину, то есть, сняв размер со стены, вы это можете спаять все уже на столе. Затем, предварительно закрепив клипсы по размеченным линиям на стене, можно спаянные участки водопровода монтировать уже непосредственно к стене. Данная метка на стене означает, что это будет край ванны. То есть, метку под водорозетку для включения в дальнейшем смесителя я разметил четко по центру ванны и на определенной высоте. На этом участке будет монтироваться в металлокаркас мощный брус 150 на 50 миллиметров, который будет крепиться от пола до потолка металлическими уголками. Для, впоследствии, надежного крепежа к стене водонагревателя. Кстати, он уже был выбран, то есть, его модель и его размеры мне уже известны. Это водонагреватель Thermotex объемом в 50 литров. Недорогой такой вариант. Сейчас вы его можете наблюдать на своих экранах. Ну и, как сами видите, по его размерам для себя я тут уже заблаговременно все и прикинул. Ну и, разумеется, трубы к водонагревателю будут подводиться тоже спланированно, а не на бум. В общем, о подключении, а точнее, о правильном подключении водонагревателя я обязательно сниму отдельный видеоурок, и вы его вскоре тоже увидите на моем канале. Ну, в общем, все я вам вроде бы подробненько рассказал и показал. Теперь можно непосредственно приступать и к пайке полипропиленовых труб. И на этом участке я буду делать следующее. Сюда впоследствии будет впаиваться переход тройником. С этой стороны ветка трубопровода пойдет туда дальше. А с лицевой стороны будет впаиваться данная комбинированная муфта, в которую будет вкручиваться данный экранник для подачи воды через гибкую подводку на бачок унитаза. После первого поворота на уже ранее размеченном участке в ветку трубопровода будет впаиваться еще один тройник, по которому пойдет подача холодной воды на водонагреватель. Здесь данная точка и заканчивается. Ну а по низу через этот же тройник труба придет до второго угла и поднимется наверх для подачи холодной воды уже на смеситель. И на этой же ветке будет расположен еще один тройник, через который пойдет подача воды уже на чашу рукомойника. Для удобства монтажа сейчас я всю ветку трубопровода холодного водоснабжения, который будет находиться на этой стене, подготовлю в свободном доступе, то есть на столе. Но прежде чем это делать, мне сначала придется подготовить место для установки данной водорозетки, так как здесь придется отступать от основной стены. Поэтому я выставил временно данный шаблон из профиля, чтобы мне было легче ориентироваться при установке данной водорозетки, так как в итоге, после отделки каркаса гипсокартонными листами и укладки плитки, лицевая часть водорозетки должна быть заподлицу со стеной. В общем, чтобы ориентироваться, я вот для себя отметил на водорозетке толщину гипсокартонного листа и толщину плитки. В общем, кто столкнется с подобной ситуацией при выравнивании стен гипсокартоном в ванной комнате, имейте подобный вариант установки водорозетки в виду. В моем случае мне придется наращивать порядка 70 мм, и делать я это буду вот таким вот мощным брусом. Ну все, в общем, место под установку водорозетки было уже подготовлено. Мне здесь не хватило 1 см, и я нарастил куском гипсокартонного листа. Далее, отчертив линию по уровню, можно закрепить водорозетку, ориентируясь по линии, которая обозначает центр ванны. Вот таким вот образом. Если вы будете впаивать ветку трубопровода, по месту. Ну, в общем, поехали дальше. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Ну, в общем, предварительно, спая вот эти вот три участка водопровода на столе, сейчас я их соединю вместе. Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok По таким вот легким движениям вставляете трубу, к примеру, в уголок. При монтаже труб такая небольшая уловка, и уж тем более, когда вы работаете один, хоть и не намного, но все-таки облегчит вам ваш труд. Кстати, еще раз повторюсь для новичков, всегда отмечайте участок от конца трубы в 15 мм, то есть, чтобы, когда вы вставляете детали друг в друга, вы могли визуально ориентироваться по данной метке. Ну вот, в общем-то, теперь с монтажом труб холодного водоснабжения полностью все закончено. Субтитры делал DimaTorzok